Сегодня мы сделаем тестирование, мы вместе с Родольфом Гера, мы смиряем все, сделаем целое тестирование, процент жира, blood pressure, будем анализ аэробный порог, максимальная локтатная мощность, будем записать все и будем сделать видео для вас, как человек готовится к бою в UFC через 2 недели. Через 2 недели, 10 августа уже будет бой. Монтивидео. Монтивидео в Урвай. А за сколько он полетит туда? Полетит туда когда? Акклиматизация ему не нужна? Это я спрашиваю сейчас, что бы сказать. Обычно за неделю до боя, но посмотрим, если есть разница в высоту, тогда я скажу сразу. А в России он за сколько провезел? В России он за сколько провезел? В России не был? Не, он никогда был на Роси. А, не был на Роси? Он был на Роси, но это не был в России. А это не в России. Он сказал, что ему интересует когда-нибудь приездить. поесть привет друзья я сегодня снова приехал в гости к стефану в кайзер юниверсити напоминаю что стефан является и профессором кайзер юниверсити он также является сотрудником сайта fitsamba.ru сотрудникам спортивной лаборатории спортивной адаптологии виктора николаевича силуянова григорь и салим привет и сегодня не просто сегодня большой гость сегодня рудельф рудольфа веера мы сделали сделали специально для канала гим для русских фанатов друзья хорошие новости наконец-то вы можете покупать одежду с логотипами хэви метал джин переходите по ссылке в описании в мой магазин на все майки точка ру вы видите на данный момент есть пять различных картинок быков быки довольно таки брутальные очень интересно и качественно смотрятся мужская женская одежда выбираете себе цвета размеры и грубо говоря сами себе заказываете маечку которую хотите майки футболки есть женские варианты естественно тоже различных цветов и размеров также есть у нас еще и худи сейчас вы увидите на экране тоже это пока что все женская одежда есть детская одежда тоже не забывайте и худи многие любят есть с капюшоном есть без выбирайте тоже различные цвета все на майки . ру цены довольно таки недорогие и каждый может себе позволить теперь футболку майку или даже бейсболку с логотипом любимого канала ну что друзья теперь у вас есть все что вы хотите также можно купить и кружки и бутылку даже для того чтобы на тренировке пить из нее пятикратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу вы все его прекрасно знаете кто следит за боями и рудольфа подписал контракт с UFC на четыре боя это новая эпоха в его карьере да посмотрим и у него через два две недели уже бой в уругвае 10 августа stefan провел сегодня вы увидите тестирование его на аэробный порог анаэробный порог процент жира замерили 8 процентов всего но стоит сейчас лучше сам все идет калибровка машин сам определяет температурах воздух влажность мастерное давление чтобы чтобы было все в порядке окей здрасте всем а что мы делали месяца даниил дизайн его тренер мы работаем им есть как консультанта и что мы делаем сделать целое тестирование сегодня и гор пришел смотрел снимал и видим как человек готовится как он себя чувствую начали обычный процедира смирили примерно чуть меньше восемь процентов уже еще две недели остался и он еще будет избавить будем смотреть во время встреча же будет очень зачем нужно ему избавляться максимально от жира это ведь теряется окей почему сегодня мы измерили его было 97 килограмм он выступает за восемьдесят четыре килограмма это означает если бы не избавить от вес и конечно жира он не будет ему за две недели надо сбросить больше десяти килограмм очень сложно сделать почему так и дело потому что а человек как вы видели уже сухой и крепкий здоровый и сделай это все по плану как мы планируем это означает что будет примерно четыре три процента жира ты его 4 очень сухой будет чуть-чуть дегидрата дегидратация но затем у нас 24 часа чтобы восстановить все вещи чтобы чувство хорошо и выступал на следующий день это в принципе возможно если свешивание 24 часа до соревнований если в тот же день как раньше выступал в бразильский жюджицу 5 5 раз чемпион мира тогда нельзя надо чуть-чуть поменьше это другой другой другая подготовка уже да то ли что что сделали сегодня начали от аэробный порог анаэробный порог с газоанализатор обычно так долгий тест мы сделали чтобы было быстрее обычно увеличивать уровень и скорость либо наклон каждые две минуты мы сделали каждую минуту почему человек хорошим форму и мы сделали больше 12 минут это означает что 12 раз не уровень увеличивает каждый раз 12 повышений да и у нас программа и каждый раз либо скорость либо угол меняем и было 12 уровня это означает что хорошему смели аэробный порог анаэробный порога мбк мбк бы на высшей категории и это означает что человек мы видели что он даже не задохнулся он вспотел все но он прекрасно и он смог дальше но затем ну как со страховку остановили остановились тоже измерили максимально лактатный мощность и первый попыток 950 что-то ватт это уже на велотренажере на велотренажере потом уже второй попыток 1148 а уже на 3 было по моему 1288 ватт и это первый раз который тестировал этот тренажер это означает что следующий разве даже еще мне кажется первый подход он просто не понял что нужно делать первый подходом не понял 2 уличию 3 мы получили пик могли сделать четвертый но уже достаточно тем больше уже тестировал 12 минут мне интересно тоже самому сделать такой тест как ты думаешь у каких спортсменов мощность ногу мощность конечно кто занимается велотреком велотреком они тем больше на на ускорение с спринтер спринтере у спринтере будет очень высокий и штангисты тоже сильным можем сделал видео с тобой будет слышать раз и снимем и посмотрим конечно типо больше вес абсолют максимальный мощность будет больше тебя но теперь что надо сделать надо сделать относительно разделить на вес и И тогда смотрим pound for pound, и, наверное, он будет еще больше, мощнее тебе, если вы сделаете на вес. Если только максимальная сумма может быть мощнее. Это тоже важно. Еще посмотрели с помощью Апп, с помощью Iron Path. Мы снимали видео. Мы снимали видео. Есть. Посмотрите. Егор может дать ссылку вам, как использовать. Снимали Апп с помощью Айфона. И посмотрели, как двигать штангу. Как он делает жим лежа. И смотрели то же самое. Он не знал, первый раз, который мы снимали. И каждый подход, мы сделали 5 повторений, каждый подход. И увеличивал свой уровень каждый раз. Это тоже означает, что человек в хорошей форме. И получилось 1650 ватт. Это мощность. Мощность. Мы смирили мощность. Потому что мощность. Смеряем force times velocity. Сила умножена на скорость. И получилось 1650 ватт. Это тоже хороший, мощный показатель. А еще он показывает скорость, да? И показывает скорость. И показывает приложение. Приложение. Ворк. Всего работы. Объем работы. Объем работы тоже показывает. И хорошее приложение. Полезное, да? Конечно, помогает. Можно смирить. И дает результат. Насколько именно Рудольфу тренируется, скажем, сейчас же принято говорить по силу Янову, да? Он тренируется вместе с Данил Дезан, наш друг, нутролог, и тоже тренер, мастер спорта по джиу-джитсу. И имеет магистратуру тоже в Испании, в Лиссабоне, по-моему, он сказал. И он тренируется в нашей программе, читает мою книгу, мы помогаем. У нас здесь статья вместо, только что вышла на публикование, они уже сказали, что да, будет публиковано где-то 4-3 месяца по спортивному питанию у спортсмена-веденоборства. И он с нашим программой сползует, и как более-менее, как в спортивной адаптологии, это означает, что работаем, и видим. Хорошо бы сделать с ним видео. Человек выиграл недавно в Иросии по нашей программе. Хорошо бы с его тренером-диетологом сделать видео о питании. О питании тоже, можно организовать, да, и можно есть, возможно, просто сегодня он не смог сюда ехать, он хоть что работать с парнем, в Бразилии должен туда съехать на работу и привезет. Он сейчас в Бразилии, или? Он улетает завтра, вот, он все организует. Ясно. Ну, отлично, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы по тренингу, по питанию, или все, что с этим связано, пишите в комментариях. Не забывайте делиться нашими роликами в своих соцсетях, ставить лайки. Обязательно пишите комментарии, это помогает развиваться каналу, и нам приятно делать для вас больше нового. Конечно, мы делаем это для вас, сами главные, сделать... Абсолютно бесплатно. Подписывайтесь на канал, инстаграм Стефана, ссылки есть, и можете писать ему там тоже вопросы. Давай, ребята. Всем пока. Обнимаем. Подписывайтесь на канал.